Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена конфигурации 1С ERP управления холдингом и мы поговорим про корпоративное казначейство, контакты сверки и так далее. Наши контакты вы видите на экране, наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу Пуну Янг, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. И если вам по какой-то причине не удалось досмотреть до конца нашу встречу или вам время оказалось неудобным, мы через некоторое время выкладываем записи вебинаров и вы можете на нашем сайте посмотреть в удобное для вас время. Чашечка чая в тапочках. Ну и естественно может быть какие-то другие материалы вас тоже заинтересуют. Мы будем рады обратной связи, будем благодарны вам за вопросы, если какие-то возникнут по ходу встреч, задавайте их любым удобным способом. Если на вопрос мы не сможем ответить во время самого вебинара, то мы ответим позже, уже это будет более развернуто, потому что будет предметно касательно вашего вопроса. И приглашаю вас к обратной связи, будем благодарны. Итак, сегодняшняя встреча у нас будет проходить вот по такой программе, то есть определение задолженности, режимы ведения взаиморасчетов, распределения расчетов в фоновом режиме, валютный контроль и закрытие месяца, хотя на первый взгляд кажется, что это немножко не из темы нашей сегодняшней программы, но тем не менее. И детализация взаиморасчетов. Мы с вами будем часть нормативных материалов смотреть на слайде и будем переключаться на демо базу вот таким вот образом. И, соответственно, смотреть здесь уже те конкретные вещи, про которые мы поговорили теоретически, будем кое-что с вами делать, так сказать, ручками. Снова возвращаемся к нашим слайдикам вот таким образом. Итак, начинаем, в общем-то, нашу встречу. Ну, первое, что немножко освежите теоретическую базу, то есть сама по себе конфигурация 1С ERP управления холдингом очень интересная. То есть у нее функционал, во-первых, который содержится в управлении холдингом и, во-вторых, это гибрид, то есть ERP плюс управление холдингом. Соответственно, расширен функционал управленческой отчетности и в отдельный блок выведена подразделка значительства. И в этом подразделе мы с вами сегодня будем разбираться. То есть на самом деле управление холдингом позволяет автоматизировать абсолютно любые процессы и, в принципе, рассчитаны на всякие холдинговые структуры, крупные предприятия, когда разветвленная сеть представительств филиалов и так далее. И, собственно, основная задача – это определение взаимозадолженности, определение дебиторской задолженности, с какого момента задолженность переходит в просроченную, то есть вы видите основные функции, которые позволяет решить система. И мы с вами будем сегодня как раз разбираться именно с взаиморасчетами. В общем-то, структуру конфигурации можно представить вот таким образом. Конфигурацию имеется в виду в отношении казначейства. Естественно, это расширенные возможности по контролю платежей, лимитов и так далее. Но сегодня нас больше будет интересовать вопрос именно отслеживания, заполнения сверок и так далее. То есть работа с конкретными дебиторами, кредиторами. Можно проиллюстрировать, скажем так, этот блок вот такой картинкой. И, собственно говоря, мы с вами сегодня будем разбираться, что же, в общем-то, наиболее употребимое, что мы можем использовать в повседневной, так сказать, жизни. Ну, во-первых, казначейство позволяет нам очень интересный блок вести. Это управление договорами и, соответственно, управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Управление договорами можно проиллюстрировать вот такой схемой. И, в общем-то, в разделе анализ у нас с вами будет идти анализ взаиморасчетов, работа по претензиям и так далее. То есть то, что возникает в результате работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Блок конкретно казначейства у нас располагается в меню «Обособлено». И вот у нас настройки казначейства, которые необходимо выполнить до того, как вы начали работать. Как вы видите, настройки здесь достаточно, достаточно, их достаточно много. Сейчас мы переключимся на демобазу и посмотрим это, так сказать, в натуральном виде. Вот таким образом. Блок казначейства. И у нас настройки, которые мы обычно делаем, до начала работы или для активации каких-то функциональных опций располагаются в разделе НСИ и администрирования. А блок казначейства, вот мы видим, что он увиден отдельно. Но обычно мы начинаем работу с каким-то конкретным разделом НСИ и администрирования. Такой же алгоритм сохраняется и здесь. То есть у нас НСИ и администрирование, блок казначейства и взаиморасчеты. Мы должны проверить все ли необходимые для того, чтобы работать со сверками и с взаиморасчетами функциональные опции, у нас активированы. Значит, мы переходим с вами вот сюда. Если я сверну сейчас все настройки, то вот он слайдик, который мы с вами смотрели перед этим. То есть, соответственно, блок взаиморасчета у нас отдельно. Отдельно. Вот если мы его открываем, то смотрим. Все ли чекбоксы, которые мы хотим видеть в дальнейшем, функции, которые мы хотим видеть в дальнейшем, у нас активированы. Ну, соответственно, проставляем. Как я говорила, как мы, в принципе, всегда говорим, что основной задачей работы с этим блоком, то есть с НСИ и администрированием, является то, что мы внимательно читаем справочный текст, так сказать, контекстную подсказку, которая касается конкретных чекбоксов. Ну, мы поставим с вами флажок «Выполнять распределение плановых расчетов в фоновом режиме». И немножко позже еще поговорим об этом пункте. И порядок зачета оплат. Выберем по дате документа. Вот вы видите ссылочка, что будет, если я выберу, например, другой вариант расчета. Допустим, по плановой дате погашения. И нужно или не нужно контролировать остатки аванса. Вот этот флажок, отнеситесь к нему более внимательно. Стоит или не стоит его проставлять, потому что здесь и в этом случае будет уже зачет аванса не в автоматическом режиме, а уже несколько, скажем так, более тяжеловесно. После того, как мы настроили или проверили настройки в разделе НСИ и администрирование, мы можем переходить к разделу непосредственно «Казначейство». И здесь у нас, как вы видите, есть отдельный блок взаиморасчеты и списания задолженности. Поскольку мы с вами сейчас перешли в этот блок, то сразу обращаю ваше внимание на блок «Валютный контроль». То есть вот он у нас. И на самом деле «Валютный контроль» у нас имеет справки о подтверждающих документах и сверки с банком по карточкам, например, контрактов в этом случае играют большую роль. То есть сейчас уже подтверждающие документы некоторые таможни передают в «Валютный контроль». Но, тем не менее, штрафы, которые остались за непредоставление подтверждающих документов, у нас еще остались, и они составляют порядка 40 тысяч. Поэтому, собственно, стоит обратить на это внимание. И, соответственно, сверки с «Валютным контролем» у нас тоже занимают не последнее место именно по размеру штрафных санкций. А взаимозачеты и списания задолженности у нас с вами включают три пункта. То есть кроме как такового самого акта сверки, у нас есть возможность производить взаимозачеты и корректировку задолженности. Мы поговорим чуть позже про каждый этот пункт по отдельности. А сейчас пока переключимся снова на наши слайдики и, так сказать, теоретической базы. Вот на этом слайдике вы видите как раз-таки тот момент, где мы смотрели настройки, то есть раздел «НСИИ и администрирование». И я обращала ваше внимание на выполнять распределение плановых платежей, плановых расчетов в фоновом бирилде. То есть то, к чему мы чуть-чуть попозже вернемся, поговорим подробнее. И для того, чтобы зрительно помочь вам сориентироваться, подразделка «Начейство» и здесь у нас с вами взаимозачеты и списание задолженности. На самом деле списание задолженности и взаиморасчеты очень интересный режим, потому что у нас есть возможность использовать помощник создания. То есть, казалось бы, что такого сложного в том, чтобы создать сверку. Акт сверки взаиморасчетов. Тем не менее, в этой конфигурации, в ERP-управлении холдингом, у нас есть в этом разделе помощник создания. И обратите внимание, еще у нас есть статус. То есть, допустим, в предыдущих версиях бухгалтерии у нас не было возможности установить статус. Потом установка статуса появилась и в других конфигурациях. Ну и здесь, естественно, эта функция присутствует. И кроме того, что мы можем создавать сами акты, у нас есть возможность создать, во-первых, просто акт сверки взаиморасчетов и сверка взаиморасчетов с финансовыми инструментами. Сейчас мы подробнее поговорим про эти режимы, но пока мы переключимся с вами на снова нашу демо-версию. Значит, начнем мы со сверки взаиморасчетов. Если мы переходим по этой ссылке, у нас попадает с вами вот такой журнал, открывается. Значит, у нас открывается вот такой журнал общий сверок. И мы здесь можем либо создать новую сверку, либо зайти в старую посмотреть. Ну вот мы сейчас зайдем посмотреть уже составленную сверку. То есть у нас есть возможность заполнить по нашим данным и есть возможность заполнить уже вторую часть сверки по данным контрагента. Значит, статус, как я уже говорила, у нас с вами есть несколько вариантов. Статус у нас может быть только создан, то есть еще не сверено, отправлено на сверку контрагентам. Ну и уже итоговый вариант сверено, то есть мы получили от контрагента подтвердение, что он согласен с нашими данными. И после того, как мы этот поменяли статус, например, у меня сейчас сверено, мы можем вывести печатную форму. И здесь, обратите внимание, у нас идет возможность детализации этого договора. То есть вот по гиперссылке мы можем перейти вот к такой детализации и выбрать, по какому признаку мы хотим детализировать. То есть вообще без детализации просто итоговую свернутую сумму либо по договорам, либо по одному конкретному договору. Вот это было тоже в более ранних версиях не выведено в отдельный формат. Ну, мы выбрали детализацию по договорам в данной сверке. И теперь закладочка за должность по данным контрагента. Как я уже говорила, сверку взаимозачетов мы можем выполнять в разных вариациях. Сейчас закроем эту сверку пока. То есть при нажатии на кнопочку «Создать» нам доступно два варианта. То есть просто сверка взаиморасчетов. Это сверка по коммерческим договорам. То есть, например, договора о купле-продаже, оказании услуг и так далее. И сверка взаиморасчетов с финансовыми инструментами. С финансовыми инструментами это сверку будут попадать договора и займов, и депозитов. Ну, то есть финансовый инструмент, который используется для работы с дополнительными, например, ценными бумагами, с кредитными продуктами и так далее. Значит, и, соответственно, я выбираю любой из этих вариантов и, например, нажимаю «Создать». Я пока не нажимал. Чуть-чуть подробнее поговорим. Также доступно и копирование. То есть я могу выбрать конкретную сверку и путем ее копирования задать уже текущий период. Посмотреть, чтобы была возможность, как изменялась сверка за, например, текущий период. Значит, вот здесь обратите внимание, тип документа у нас, если немножко расширить графы, то вот видно, что у меня в основном все сверки с учетом финансовых инструментов, потому что у меня взаимозависимые лица. И, соответственно, у меня в лицо может выступать и как заемщик, и как взаимодавец, и, соответственно, коммерческие договора у меня используются, и арендные и так далее. Значит, если мы создаем новый вид, новый документ, мы, как обычно, поля с красным подчеркиванием, обращая ваше внимание на эти поля, мы обязаны заполнить, потому что это поля обязательны к заполнению. Вот, выбираем, пусть, вот таких. Ну, пусть, нет, Сбербанк не очень хороший клиент для примера, потому что у нас с ним... Значит, здесь мы можем выбрать либо контрагенты, справочников контрагенты, либо наше собственное юридическое лицо, которое входит в состав моих организаций, которые мы задали, например, вот моя андомеда и другие организации. Ну, например, я выберу. Вот так вот выберу. Значит, и, собственно говоря, теперь моя задача, кроме того, что я задаю период, чтобы не слишком много было, мы зададим конкретно текущий год. Вот, и на закладочке ответственные лица мы заполняем... Вот здесь обратите внимание тоже, если мои сведения, которые первоначально задавались касательно организации ответственных лиц, заполнены все, без пропусков, то у меня вот здесь автоматически подтягиваются эти данные, и, соответственно, данные о пользователе автоматически подставляются вот в это поле. То есть менеджер – это у нас по умолчанию пользователь. Ну, и, соответственно, контактное лицо, и если я заполняла, будет подтягиваться то, которое у меня задано. Руководитель тоже должен попасть, заполниться. То есть у меня может быть выбор руководитель, либо главный бухгалтер. Ну, как видите, я халтурила при заполнении первоначальном, поэтому у меня ни одна фамилия сюда не подтягивается. И есть возможность, ну, выбрать в ручном варианте. И та же самая история у меня с моим контрагентом, то есть в данном случае это моя организация. У меня тоже здесь незаполненная информация про ответственных лиц. Значит, дальше у нас есть возможность заполнить в автоматическом режиме этот акт сверки. Нажимаем кнопочку «Заполнить». Ну, поскольку я выбрала наобум, у меня нету в данном периоде операции между этими двумя, между этой парой. Например, выберем мы контрагента. Вот таким образом. И вот пусть у нас будет бытовая техника. Ну, скорее всего, здесь тоже не будет операций. Да. Но, тем не менее, что мне еще хотелось сказать про заполнение. Обратите внимание, это мы с вами воспользовались возможностью создать сверку взаиморасчетов без использования помощников, то есть через кнопочку «Создать». А вот использование помощников у нас с вами дает вот такие возможности. То есть, во-первых, вы не пропустите никакую нужную информацию при создании самой сверки. Если я использую помощник, то у меня вот такой интерфейс открывается. И я, соответственно, заполняю те данные, которые запрашивает программа. Ну, и, естественно, выбираю возможность работать с конкретными договорами, которые рабочие, не те, которые там, например, уже окончили срок действия, а те, которые имеют обороты на данный период. Чтобы, особенно если это у вас холдинговая структура, то договоров может быть много, чтобы не занимать лишнее место. И, соответственно, у меня есть возможность контролировать, какого типа расчета я включаю в этот акт сверки. То есть, мы проставляем вот эти чекбоксы. Либо это у меня, например, конкретно коммерческие договора, то есть клиенты, поставщики. Либо это у меня еще и кредиторы, дебиторы, арендодатели, например. То есть, и если я по ссылочке прихожу, то у меня возможность есть расширенного отбора. Сейчас не будем мы туда ходить. И вот здесь есть такая удобная функция. Мы можем сразу с вами посмотреть отчеты. То есть, что у нас выходит по отчетам, либо с партнерами, либо со собственными организациями. Но, естественно, вот если мы переходим по ссылке, то мы выводим вот такой вот отчет. Это если, например, я сомневаюсь, по какому конкретно договору я хочу посмотреть расчеты. Дальше у меня переход по ссылке далее. И следующий интерфейс, который я заполняю, это на какую дату и с какой детализацией. То есть, в принципе, чаще всего, ну, наверное, по договорам мы выбираем, потому что интересует конкретная ситуация по договору какому-то. Но, тем не менее, если я ничего не отмечаю, то в этом случае будет только оставшиеся варианты расчетов отражены. И здесь я выбираю расчеты для существующих документов. То есть, у меня вот какая возможность. Ну, я выбираю не изменять ничего. Я не хочу, чтобы у меня дополнительно создавалось. И, собственно говоря, итоговая кнопка «Выполнить» у меня формирует уже конкретный документ. Ну, и, естественно, выполнить с отборами, которые я задала в течение своего вот этого турне по помощнику. Но мы сейчас не будем использовать. Значит, таким образом помощник создания позволяет более, скажем так, полно и грамотно заполнить сверку. Но, скажем так, в основном используется на первых порах, когда еще, допустим, человек неуверенно себя чувствует в этом разделе или не работал раньше с этим разделом, потому что требует дополнительного времени на прохождение всех шагов. Естественно, через кнопочку «Создать» у нас с вами экономится время. Это более быстро, и если вы уже давно работаете с этим блоком, то помощник в создании вам не особо нужен. Сейчас мы снова с вами вернемся в наши слайдики и посмотрим вот этот слайдик, то есть что позволяет сделать помощник. Как вы видите, на экране функций у помощников достаточно много. Как я уже сказала, он позволяет более грамотно и полно заполнить все поля для отбора того, что нам нужно увидеть в акте сверки. Но, как я уже говорила, это более трудоемкий формат работы. И, соответственно, у нас мы говорили, что когда мы выбираем вариант взаиморасчета или расчеты по финансовым инструментам, у нас меняется интерфейс, и мы можем немножко по-другому видеть отражаемую информацию. Снова возвращаемся с вами в подраздел «Казначейство». И мы с вами посмотрели сверку взаиморасчетов. А, еще один момент, который чуть не забыла. То есть когда мы с вами формируем сверку взаиморасчетов, итоговый документ у нас с вами и вот в самой сверке, акт сверки взаиморасчетов, печатная форма, и, соответственно, из журнала сверок мы можем, не переходя в сверку, вывести печатную форму. Значит, вот в отношении печатной формы, что хотелось бы сказать, что на самом деле здесь актов сверки, у нас есть возможность выбрать несколько вариантов и, соответственно, сгруппировать свои расчеты мы можем по валютам, если мы хотим, чтобы нам выводилась информация по договорам в разных валютах, если мы хотим конкретно по договорам, детализацию или по объектам расчетов. И, соответственно, если мы хотим в печатную форму выводить колонки по сведениям с контрагентом, то мы проставляем нужный флажок или, наоборот, его снимаем. Если я вот здесь выводить совместно расчеты с клиентами и поставщиками сниму, то у меня, соответственно, появляется вот такая строка и отметка чекбокс выводить отдельно долг аванс как дебет и как кредит. Для чего я все это так подробно показываю? Для того, чтобы когда мы формируем печатную форму, саму печатную форму, печатная форма у нас сформируется вот в таком виде. Ну, соответственно, давайте сейчас возьмем, чтобы у нас были данные в этом акте сверки. Вот, допустим, у меня здесь есть данные, и я выбираю акт сверки по договорам, вложу печатную форму. Так. Ух ты, не хочет она у меня формироваться. Так, тогда мы с вами сейчас перейдем в наши слайдики. У нас там есть печатная форма акта. Вот такая. И хотела я обратить ваше внимание, то есть на то, что мы можем вывести за любой период, то есть и не только текущий год. И у нас есть штрих-код, то есть у нас акт сверки может быть считан, допустим, сканером, и не надо вводить дополнительно документы вручную. Это, в общем-то, очень экономит время для ввода, если мы получаем от наших партнеров, получаем конкретный договор, конкретный акт сверки. Теперь мы с вами снова переключимся на демобайл. Так, сделаем. То есть сверки мы пока закроем. И теперь у нас интересует еще блок казначейства, взаимозачеты задолженности и корректировка задолженности. То есть взаимозачеты, естественно, выполняются так же, как, в общем-то, и в бухгалтерии, и в других конфигурациях. То есть мы через кнопочку «Создать» создаем конкретный документ, выбираем, сейчас выберем с вами уже заполненный документ, чтобы не терять время. Ну, например, пусть будет вот этот. Собственно, выбираем партнеров и объекты расчета, и, соответственно, заполняем закладочки. Авансы, получатель, дополнительные. И здесь у нас с вами есть возможность выбирать, то есть операцию, которую мы хотим видеть. То есть у нас сейчас перенос аванса выбран, а мы можем с вами выбирать и перенос долга, и зачет встречных обязательств. Ну, то есть, видите, достаточно большой ассортимент того, что мы можем выбрать. Так, и, соответственно, стороны зачета, если мы применяем в рамках наших организаций контрагента, между, с использованием третьих лиц, то есть между нашей организацией и двумя другими контрагентами трехсторонних. Ну, и вот тоже вы видите варианты между двумя организациями, то есть разные отборы. И, соответственно, в зависимости от того, какую мы с вами операцию выбрали, будет меняться и немножко меняться и интерфейс, и, соответственно, печатная форма получателей, то есть и дополнительно мы пишем руководителей, если это наша организация, то мы можем конкретное подразделение выбрать, и печатная форма, то есть что это у нас происходило, например, переуступка долга, инновация какая-то или просто взаимозачет. И то, что здесь у нас очень удобно, это вот такая возможность сразу смотреть отчеты, то есть ведомость расчетов с поставщиками, управленческий отчет, который, тем не менее, достаточно удобен. Ну и уже, если по большому счету, то движение документов мы можем посмотреть все регистры, которые участвуют в работе этого документа, то есть посмотреть, как у нас регистры в этом случае сработали, что к чему получилось. И я смотрю, у нас появился вопрос, я с вашего разрешения посмотрю его. Можно, да, можно использовать несколько вариантов. Вы правы. Если мы успеем, мы еще к этому вернемся, к вашему вопросу. Так, значит, теперь у нас с вами мы взаимозачет посмотрели. И, соответственно, если мы произвели там какие-то сверки, и возникла необходимость в корректировке. В этом случае мы с вами используем корректировку взаимозадолженностей. Вот у меня для примера создан, то есть списание взаимозадолженностей, если, например, истек срок задолженности, ну, то есть по какой-то либо причине, мы можем выбирать либо списание, либо начисление, ну, и, соответственно, выбирать вид задолженности. Что мы делаем? Дебиторскую, капититарскую задолженность редактируем. И закладочка расходы и активы у нас с вами задает правило аналитика, то есть аналитика, какая у нас используется при этом варианте. Собственно, основное отличие этого блока – это то, что у нас с вами есть помощник создания взаиморасчетов, то есть сверки взаиморасчетов, и возможность выбирать разные печатные формы в зависимости от той аналитики, которую мы выбрали. То есть печатная форма у нас с вами переходит в зависимости от того, какие настройки мы выбрали для формирования этой печатной формы. И еще один вариант, как мы с вами уже говорили в начале, когда требуется сверка взаиморасчетов, то есть акт сверки, когда мы с вами работаем с валютными операциями. С валютными операциями мы с вами сталкиваемся в разделе валютный контроль. У нас есть справки о подтверждающих документах и сведения о валютных операциях. Если, например, сведения о валютных операциях мы можем создать в программе и используются сверки о валютных операциях в момент совершения валютной операции. То есть фактически банк у нас не пропустит валютные какие-то платежи или операции, если мы не создаем сведения о валютных операциях. Поэтому здесь как бы ситуация немножко попроще, то есть это происходит ну фактически в режиме онлайн при совершении валютных сделок. И мы можем на основании этих документов делать уже конкретные переводы, перечисления, зачисления валюты и так далее. Ну и здесь у нас достаточно несложно. Здесь заполняются все операции, то есть организация, банк, банковский счет. И мы добавляем документ. Документ у нас есть выбор, то есть отражение фактических данных, отражение движения денежных средств. Соответственно, я выбираю то, что мне необходимо. И документ у нас создается. Больше здесь, к сожалению, мы остановиться не сможем. Нет, не надо нам дополнительно справок о валютных операциях. Нас интересует больше с вами справка о подтверждающих документах. Как вы знаете, есть конкретные сроки, в течение которых мы должны в валютный контроль предоставить подтверждающие документы. То есть, если это у нас авансовый платеж, то мы должны представить либо счет фактуру, либо инвойс, то есть документ, по которому мы оплачиваем сумму аванса. И потом представить уже декларацию, например, о ввозе товара. Если мы с вами осуществляем ввоз товара с последующей, допустим, отсрочкой платежа, то мы представляем декларацию. Декларацию передает банк и таможенные органы, и, соответственно, мы должны. То есть, в этом случае мы используем кнопочку создать, и у нас появляется вот такой интерфейс. Ну, естественно, организацию выбираем, плюс наша Андроменто. Выбираем банк, с которым у нас заведен паспорт сделки. Вот, допустим. Ну, любой банк. Пусть 0, 42, 740, 8, 6, 4, 5, 4. Ну, выбираем, собственно, банк, который у нас вот лишнюю поставила циферку. 0, 42, 740, 740. 48 вот я выбрала банк конкретный и у меня сформируется уже по этому банку по моему паспорту сделки ну пусть будет вот так и соответственно здесь должен быть мой договор по которому я формирую этот документ и на закладочке подтверждающие документы у меня выбирается во первых возможность выбрать документ как вы видите достаточно большой выбор то есть либо ну чаще всего акции выполненных работам ну вот видите большой список того что я могу выбрать ну вот например я выбираю таможенная декларация а значит в этом случае мне открывается список декларации и я либо выбираю из созданных деклараций либо ввожу новую декларацию здесь декларация нужно быть внимательным потому что декларация на самом деле обычно создается на момент получения то есть когда декларация привязана к документу поступления по импорту и соответственно тогда заполняется уже номер декларации дата декларации и так далее но если у меня используется другой алгоритм на создание декларации то можно создать и из этого раздела из справок из валютного контроля справки о подтверждающих документах ну естественно здесь у меня заполняется информация по валютному контролю то есть когда и как и каким образом у меня расчеты с этим по гтдс брокер оформляет мою декларацию или нет ну то есть заполнение уже идет конкретно таможенный документ а таможенная декларация сейчас мы позакрываем то что лишнее и в этом случае то есть мы заполняем информацию которую нас просит программа и можем вывести с вами печатную форму конкретной справки о подтверждающих документах вот здесь обратите внимание что на на самом деле эта справка к сожалению имеют некоторые в разных банках они имеют некоторые отличия то есть не все банки по единому шаблону заполняют эту информацию ну вот справка о подтверждающих документах да я свою хочу справку получить печатную форму но мне программа говорит что извините у вас еще тут куча всего не заполненного из с красным подчеркиванием как мы видим поэтому верните обратно и заполните информацию значит я не сохраняю документы то есть это дополнительный инструмент контроля за тем как вы заполнили информацию потому что если что-то не запомнили то у вас естественно во первых не будет работать какой-то блок аналитики а во вторых ну например если вы не ввели сведения про организацию то у вас печатная форма регламентированных отчетов например декларация соответственно этой информации содержать не будет и вам придется в режиме ручного редактирования заполнять эту информацию уже в момент создания отчетности то есть конкретно например декларации а это всегда и более трудоемкой и в общем-то отнимает лишнее время когда уже человек настроен на другую операцию снова возвращаемся в меню казначейства и смотрим с вами вот какой момент это мы с вами посмотрели разделы где применяются сверки взаиморасчетов то есть фактически мы с вами сверки любых контрагентов делаем вот в этом режиме то есть меню казначейства взаиморасчета и списания задолженности и здесь сверки взаиморасчетов то есть получение актов взаиморасчета актов сверки и акты сверки у нас работают с валютным контролем соответственно при работе с валютами обратите внимание еще вот на какой момент в конфигурации ERP управления холдингом у нас есть блок договора и ценные бумаги то есть соответственно когда мы с вами смотрели сверку взаиморасчетов у нас там был пункт когда мы выбирали форму по какой мы выбираем печатную форму то есть мы с вами могли ну вот например вернемся снова то есть мы с вами сверку взаиморасчетов могли выбирать по объектам расчетов и как вы помните начали мы с вами нашу встречу с того что мы через раздел НСИ и администрирование настраивали возможность работы сейчас вернемся снова в этот блок то есть это мы ставили вот такую отмечку выполнять распределение плановых расчетов в фоновом режиме то есть соответственно плановые оплаты у нас с вами могут происходить в фоновом режиме не сразу когда мы проводим документы в этом случае документы проводятся быстрее но надо иметь в виду вот эту задержку то что немного позже будет срабатывать ну естественно зависит это и от количества документов то есть если у вас одна например один документ в сутки то он это не будет заметно этой разнице а если у вас день там полмиллиона документов то естественно эта задержка уже будет ощущаться а снова с вами переключаемся на наш блок казначейства и здесь я еще хотела обратить ваше внимание вот на какой момент значит сверки взаиморасчетов это у нас с вами документ который который формируется либо сверка взаиморасчетов либо сверка взаиморасчетов с финансовыми инструментами в разделе сервис у нас с вами есть еще дополнительно возможность получать отчеты например 1с фин отчетность то есть в этом случае нам дается вот такая возможность то есть если мы у меня поскольку демо-база и здесь все при ну фактически придуманные юрлица мои то интернет поддержка мне здесь не нужна но естественно если вы подключаете интернет поддержку то у вас появляется дополнительная справочная информация которая в общем-то очень помогает составление отчетности а еще у нас с вами составление отчетности которая в общем-то интересно находится в разделе регламентированный отчет и здесь у нас есть возможность дополнительных отчетов то есть получение не только стандартных бухгалтерских отчетов но и получение дополнительных отчетов то есть на которые я хочу обратить ваше внимание то есть дополнительные отчеты нам доступны не только из этих разделов они доступны Практически в каждом разделе тематические, например, по закупкам, по продажам, по зарплатам и кадрам. Но здесь нам интересно вот что. Значит, когда мы работаем с вами с казначейством, у нас дополнительно мы можем вывести вот такие отчеты для банков и льготные кредиты. То есть это новые формы отчетов, которые, в общем-то, позволяют сохранить, допустим, отчеты для банков позволяют сохранить комплект документов, которые вы готовите, когда работаете с кредитными организациями, с этими отчетами, например, отчеты по кредитной линии, отчеты по каким-то овердрафтам, овернайтам и так далее. И, соответственно, здесь у нас сверки взаимозачетов именно по таким кредитам требуется проводить регулярно, с определенной регулярностью. Например, если вы подаете отчет ежемесячно, то и сверку взаиморасчетов желательно регистрировать, фиксировать ежемесячно, на ежемесячной основе. Если мы проводим, допустим, квартальные, то квартальные. И напоминаю, что сверки взаиморасчетов мы должны делать в обязательном порядке, как минимум один раз в год, по состоянию на 31 декабря. Это требование нормативное и, соответственно, мы должны его соблюдать. Еще я вижу, у нас есть вопросы. Отправка СПД в банк автоматизирована в системе. Да, значит, справки о подтверждающих документах мы создаем их и можем отправлять в банк в зависимости от настройки, как у нас настройка идет, либо в клиент-банк. Но, как я уже сказала, справка в банк об СПД не со всеми банками мы можем это сделать, поскольку у некоторых банков свои бланки. И они немного отличаются от общепринятых. Поэтому это надо учитывать. Есть ли в системе отчетность по паспортам сделок и предоставленным или не предоставленным в СПД в банк по договорам? Не совсем поняла вопрос, потому что у нас договора, справки о подтверждающих документах мы подаем в основном по договорам, по которым у нас на валютном контроле состоят они. То есть, в любом случае для открытия карточки контракта нам необходимо в банк представить договор, если есть какие-то инвойсы, то есть предоставить документы, которые подтверждают конкретно документы, по которым мы работаем. И, соответственно, контракт или договор. Если мы, например, можем не предоставлять его в банк договора, это вот в случае, если договора у нас меньше какой-то определенной суммы, то в этом случае в банк договора не предоставляются. И тогда, ну, как бы вот здесь я не поняла часть вопроса. То есть, по предоставленным договорам, естественно, мы подаем отчетность, справки о подтверждающих документах. Если у нас валютному контролю контракт не подлежит, то, соответственно, на него и ведомость не ведется. Так. Средняя валютных операциях на основании документов списания безналичных денежных средств или это доработка. Так. Типовый функционал позволяет создавать валютную операцию на основании документов списания. Нет, это штатный функционал. Но, опять же, справка о подтверждающих документах, например, для Сбербанка и для ВТБ будет немножко разной. Если для ВТБ, то она формируется фактически в самом клиент банке. Ну, здесь зависит от того, с каким банком вы работаете. Так. Еще какие-то... Все, на этот я уже отвечала. Так. К сожалению, наше время уже подошло к завершению. Я хочу снова вернуться в... Хочу снова вернуться в наши слайдики. Так. Мы все успели просмотреть. Ну, вот на этом слайдике мы с вами видим, мы уже ходили в это место. То есть справка о подтверждающих документах. Большой выбор подтверждающих документов. Это у нас раздел валютный контроль. И я хочу вернуться в начало нашей встречи к первому самому слайдику. Здесь наши контакты, я хочу их напомнить. И, собственно, сказать, что наша компания уже достаточно давно работает. С программным обеспечением 1С мы выполняем и доработки, и настройки, и продажу. То есть весь спектр услуг по сопровождению программы 1С. И предлагаем вам сотрудничество. Будем благодарны и за обратную связь, и за сотрудничество. Надеемся, что взаимовыгодно. На этом разрешите попрощаться с вами. Компания Кодерлайн благодарит вас за время, которое вы нам уделили, за внимание. И надеемся на плодотворное сотрудничество. Всего вам доброго. Хорошего дня. Продолжение следует...